История Авраама История Авраама – это история веры и сомнений. Мы очень мало знаем о ранних годах Авраама. Он появляется на страницах Библии, когда ему уже исполняется 75 лет. Но мы знаем, что из Ура Халдийского его семья переселилась в Харан, а он сам переселился в землю Абитаванна. И надо сказать, что для Авраама это уже был большой шаг веры переехать из Ура Халдийского в землю Абитаванну. Ведь в то время Ур Халдийский – это был некоторый центр цивилизации. Его можно сравнить с современными большими городами Европы или Соединенных Штатов Америки. А земля Абитаванна – это была провинция, буферная зона между Египтом и Месопотамией. Ее можно сравнить, наверное, с каким-то из районных центров в Украине или России. Таким образом, Аврааму понадобилась уже большая вера для того, чтобы переехать из центра цивилизации в провинциальную землю Абитаванной. В 12 главе книги «Бытие» мы читаем о том, что Господь обращается к Аврааму и дает ему несколько важных Абитаваний. Давайте прочитаем. 12 глава с 1 по 2 стих. По сути, то, что обещает Бог Аврааму, очень похоже на благословение первых патриархов Адама и Ноя. Адаму и Ноя Бог сказал «Плодитесь, размножайтесь и обладайте землёю». И в обетованиях данных Аврааму мы можем увидеть отсылку к этим благословениям. По сути дела, когда Бог обещает Аврааму, что он произойдёт от него великий народ, это равносильно благословению «Плодитесь и размножайтесь». И когда Бог обещает Аврааму дать ему землю, это равносильно обетованию «Владычествуйте над землёю». Но здесь есть ещё одно обетование, которое связывает Авраама со строителями Вавилонской башни. Бог обещает Аврааму, что он сделает его имя великим. Если помните, строители Вавилонской башни хотели сами сделать себе имя. Но Бог обещает Аврааму, что он сделает для него имя великим. Ему самому ничего не нужно будет для этого делать. Итак, Бог даёт Аврааму эти замечательные благословения, обетования. Но здесь есть одна проблема. Дело в том, что Авраам является бездетным. У него нет детей и нет наследников. Если мы обратимся к 11 главе книги «Бытие», то мы можем увидеть, что обычно у патриархов рождался ребёнок, когда им было около 30 лет. Аврааму уже 75 лет, и он остаётся бездетным. В то время быть бездетным – это не то, чтобы было позорно, но это был знак того, что Господь не благословил человека. И, как правило, люди пытались эту проблему каким-то образом решить. И самое простое решение подобной проблемы – это усыновление какого-то другого ребёнка. Вся семья Авраама остаётся в Харане. Но Авраам вместе с Сарой и вместе со своим племянником Лодом переезжает в землю обетованную. Лод, племянник Авраама, был сыном Арана. А Аран умер очень рано. По сути дела, Лод был сиротой. И тот факт, что Авраам берёт с собой Лода, скорее всего, говорит о том, что Авраам видит в Лоте своего наследника. Ну а дальше, когда мы читаем повествование книги Бытия, мы видим, что Авраам и Лод становятся очень богатыми. Между их пастухами возникают очень часто ссоры, и однажды они решают разделиться. И когда Авраам предлагает Лоту выбрать, где он хочет жить, Лот выбирает местом жительства Содом и окрестности. Надо сказать, что Содом, скорее всего, находился на восточном берегу Иордана, то есть за пределами обетованной земли. Таким образом, выбрав местом жительства территорию за пределами обетованной земли, Лот, по сути дела, говорит о том, что он не сильно и интересуется в обетованиях данных Авраама, и не очень-то и хочет быть его наследником. Итак, Лот, который мог бы быть наследником Авраама, сам отказывается от этой судьбы. Следующим кандидатом на роль наследника Авраама является Элиезер. И об этом записано в книге Бытия, 15 главе и 2 стихе. Элиезер был рабом Авраама, и надо сказать, что это был распространенный обычай, когда семья, не имеющая детей, могла выбрать кого-то из своих рабов и усыновить его. Также надо сказать, что статус раба не был очень унизительным в то время. Итак, Авраам видит в Элиезере своего будущего наследника. Но Господь обращается к Аврааму и говорит о том, что Элиезер не будет его наследником, но его наследником будет сын, который родится от Сары. Давайте зачитаем этот текст. Бытие, 15 глава, 4 и 5 стих. «И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из шресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь сосчитать их. И сказал им, столько будет у тебя потомков». На это Авраам ответил искренне верой. И об этом записано в следующем стихе. «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Этот текст является очень-очень важным для богословия Библии, потому что, по сути дела, он говорит о том, каким образом мы можем стать праведными перед Богом. Мы можем стать праведными не благодаря каким-то своим заслугам, но только благодаря нашей вере. Но, конечно же, наша вера должна также проявляться в наших делах и поступках. Итак, для того, чтобы уверить Авраама в том, что у него действительно родится сын, и у него будет большое потомство, Бог заключается Авраамом в союз. И это не просто союз, это завет. И здесь надо сделать ещё одно важное замечание. Дело в том, что в предыдущей главе книги Бытия, в 14 главе, мы читаем о том, как Авраам одержал большую победу. И когда он одержал эту победу, царь Содомский предложил ему взять нечто из трофеев, из добычи. Но Авраам отказывается взять что-либо у царя Содомского. И вообще мы видим, что Авраам отказывается заключать какой-либо совет или союз с кем-либо из местных царей. И вот это может показаться странным, потому что Авраам является кочевником. Он не живёт в городе, он живёт в палатках, в открытой местности. И такая жизнь является достаточно опасной. Ведь в любой момент может прийти какой-то враг, который сильнее Авраама, и уничтожить его, его семью, и забрать себе все его богатства. И вот Авраам отказывается встать под защиту кого-либо из местных царей. И видя это, Господь обещает ему, говорит ему, «Я буду твоим щитом, я буду твоей защитой». И кроме того, что он обещает Аврааму защиту, он также обещает Аврааму, что у него будет большое потомство, и он даст Аврааму землю, на которую он странствует во владении. Проходит время. И с тех пор, как Бог дал это обещание Аврааму, проходит около 10 или 11 лет, но мы видим, что ничего не изменяется в жизни Авраама. Он всё ещё остаётся бездетным. И вот в этой ситуации Сара предлагает решение. Решение, которое она предлагает, было также достаточно популярным в то время. И оно заключалось в том, чтобы использовать услуги суррогатной матери. Суррогатной матерью становится Агарь. И по традициям того времени, ребёнок, который рождается у Агарьи от хозяина, от Авраама, не считается ребёнком Агарьи, но считается ребёнком её хозяев, Авраама и Сары. Итак, решение Сары, скорее всего, нравится Аврааму, и он соглашается с этим решением. Но Библия говорит о том, что подобное решение является грехом. И оно является грехом, потому что в данной ситуации ни Авраам, ни Сара не доверяют больше Богу. По сути дела, они устали ждать и разуверились в обетовании Божьем. И для того, чтобы подчеркнуть, что поступок Сары является греховным, автор книги «Бытие» описывает это событие очень похожим на грех Евы. Давайте обратим внимание на те глаголы, которые используются в этом повествовании. Например, «Авраам послушался голоса Сары». И мы сразу же можем вспомнить стих из третьей главы книги «Бытие», когда Адам послушался голоса жены. «Сара взяла Агарь и дала её Аврааму». И Ела также взяла плод и дала его Адаму. Итак, мы видим, что проводя эти параллели, автор книги «Бытие» хочет показать, что поступок Сары по сути дела идентичен поступку Ела. И это также является грехом. Проходит время. У Агарьи рождается ребёнок, Измаил. И вроде бы все счастливы. Все счастливы, кроме Бога. Потому что Бог опять обращается к Аврааму уже в 17 главе. И говорит о том, что Измаил не будет его наследником. Но его наследником будет ребёнок, рождённый от Сары. И в конце концов мы видим, что у Авраама рождается сын от Сары Исаак. Но Аврааму пришлось ждать 25 лет исполнения этого обетования. Начиная с 16 главы книги «Бытие», Авраам представлен как человек, который не вполне доверяет Богу. Конечно, это не значит, что он полностью разочаровался в Боге. Но это говорит о том, что он не верит в обетование Божье. О том, что у него родится ребёнок. И это видно из нескольких эпизодов. Например, в 17 главе книги «Бытие», когда Бог обещает Аврааму, что у него через год родится сын, мы читаем о том, что Авраам падает на своё лице и смеётся. 17 глава, 17 стих. «И пал Авраам на лице своей и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» После этого мы читаем, что Авраам готов отдать свою жену Сару в Гарем Авимелеху. И это как раз после того, когда Господь пообещал ему, что через год у него родится сын. Поэтому возникает опасность, что сын может родиться не от Авраама, а от Авимелеха. И только Господь, вмешиваясь в эту ситуацию, спасает Авраама и Авимелеха от ещё одного греха. Итак, мы видим, что Авраам представлен во всех этих главах как человек, который не вполне доверяет Богу. И вот когда у Авраама рождается сын Исаак, Господь проверяет веру Авраама. И первая такая проверка заключалась в том, что Авраам должен выгнать Агарь и Измаила. Надо сказать, что Авраам очень любил своего сына Измаила, и ему было очень тяжело выгнать Агарь и сына. Более того, это противоречило традициям и культурным нормам того времени. Выгнать наложницу, да ещё и с ребёнком, это было даже просто не по-человечески. Но Авраам в данной ситуации верит Богу и делает, как Бог его просит. Следующее испытание является ещё более сложным. Бог просит Авраама, чтобы он принёс в жертву своего сына Исаака. Теперь смотрите, что получается. Авраам лишился одного сына, Измаила, и теперь может лишиться своего второго сына Исаака и опять стать бездетным. Для Авраама это очень и очень тяжело. Но мы знаем, что Авраам теперь в этой ситуации уже верит Богу и готов пойти на этот шаг. И, конечно, все мы знаем, как закончилась эта история, которая записана в 22 главе книги «Бытие». Аврааму не пришлось приносить в жертву своего сына. Господь остановил его. Но Авраам продемонстрировал свою веру. Итак, рождение Исаака — это было не только исполнение обетования данного Авраама, но также и исполнение обетования данного Адаму и Еве ещё в Эдемском саду, а также всем нам. Ведь именно через род Авраама должна была пройти линия Мессии. История Авраама учит нас нескольким важным урокам. Первое. Только Бог контролирует исполнение обетования. Второе. Человек никаким образом не может помочь Богу исполнить это обетование. Третье. Очень часто человек своими действиями ставит выполнение обетования под угрозу. Например, Авраам два раза выдавал свою жену за сестру. И только Бог вмешивается в ситуацию и спасает её. Таким образом, история Авраама учит нас о том, что необходимо доверять Богу. Доверять Богу даже тогда, когда это совсем нелогично. Доверять Богу даже тогда, когда это противоречит нашим традициям и нашей культуре. Доверять Богу даже тогда, когда обетования долго не сбываются.